На библейский портал Экзегет пришел вопрос, в чем святость Николая Второго? В актах, в постановлениях собора Русско-Православной Церкви, который причислил государя Николая Второго и его семью к лику святых, говорится о том, что христианское кроткое терпение, предательство, страданий и смерти, всех унижений, которые испытала эта августейшая семья, в конце своей жизни. И есть явление святости. Блаженны кротки, ибо они наследят землю. Я говорю вам, мы можем вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Кто захочет сутиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит идти, тебя с ним одно поприще, иди с ним два. Протерпевший же до конца, тот спасен будет. Государь, наверное, сделал большое число политических ошибок. Возможно. Это вне компетенции моей, я не историк. Но это был человек глубоко христианской нравственности. Это был образец христианской нравственности. Это был человек настолько щепетильный в нравственных вопросах, что найти в нем в этой сфере какой-то изъян практически невозможно. И даже его мягкость, за которую его, может быть, многие и ругают, мягкость к революционерам, к революционным движениям, о которой мы, да, мы, наверное, сейчас скорбим об этой чрезмерной мягкости, она рождалась из-за его христианской крутости. Потом надо понимать, что революция — это был выбор всей элиты страны, скажем так, большинства. И от великих князей и до митрополитов. И противиться всей стране в рамках того видения своего служения, которое было у государя, он не мог. Невозможно, если жена говорит, я тебя не люблю, я с тобой жить не хочу, и уходит к другому, даже христианин, мужчина ничего не может сделать. Понимаете, если страна говорит, ты нам больше не нужен, государь не может навязываться и через кровь заставлять себя слушаться. Вот его отречение от престола было рождено в этих мотивах. Ну, тогда выбирайте себе другого или другую форму правления. Конечно, если бы он знал, в какой кровавый хаос приведут большевики Россию, наверное, он бы действовал по-другому, но он же не знал. Его канонизация очень похожа на канонизацию святых страстотерпцев Бориса и Глеба, которые ради своих уделов, если не ошибаюсь, Мурома и Ростова, могли воевать, имели на это право. Но они отказались и посчитали лучше быть убитыми, чтобы не пролилась кровь других людей, чтобы не было сирот, не было вдов. Потому что столкновение дружин, разорение деревень, вот это они сказали, все это не та цена, которой мы хотим купить нормальное княжение, свое, на которое имеем право. И вот мотив примерно тот же. Поэтому, несмотря на какие-то возможные политические или другие ошибки, о которых мы сейчас не будем говорить, которые есть у каждого правителя, этот человек, для которого все-таки главным ориентиром жизни было Евангелие. И он пытался его исполнить на том месте, на котором его Господь поставил. А если вы почитаете письма его супруги, вы увидите мир удивительных людей. Вы знаете, мне попадалась одна его резолюция, когда, по-моему, в 15-м году одна из его дочерей просит шить ей новое платье. Дочь государя, да, великой огромной империи. И он ставит резолюцию, когда народ воюет, когда весь народ воюет и испытывает трудности, негоже царевне тратить деньги на еще одно платье и отказывает ей. Понимаете? То есть это человек, который не воспринимал свое положение как способ обогащения. Можно ли себе представить такое с современными правителями России? Ну, я не могу. Вот, к сожалению, у нас сейчас власть очень часто воспринимается как возможность обогащения. Я помню, как Александр Савич Солженицын, когда приехал, вернулся в Россию, он выступал перед депутатами, и он об этом говорил, что нельзя воспринимать приход во власть как возможность обогащения. Я помню это. И в это время камера шла по лицам депутатов. Это были сплошные смешки и кривые ухмылки, понимаете? Вот мне тогда стало страшно, потому что над ним просто как над юродивым смеялись. А ведь это действительно так. И вот Николай II — это образец именно такого отношения к своему служению. Поэтому, вне всякого сомнения, это святой человек. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok